МЧС Республики МЧС Республики Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году подвели в Черкесске на расширенном совещании МЧС. Также сотрудников ведомства наградили юбилейными медалями – 100 лет образования Карачаева Черкесии. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открывая мероприятие для всех участников, был организован просмотр ролика об итогах деятельности Карачаева Черкесской территориальной подсистемы РСЧС в ушедшем году. После чего главный федеральный инспектор Республики Игорь Дральщиков высоко оценил работу подразделения МЧС России по Карачаевой Черкесии и подчеркнул, что необходимо и также в этом году уделить внимание взаимодействию с другими структурами. «Хотелось бы обратить внимание и сказать отдельное спасибо за ту работу, которую вы проводите в части обеспечения безопасности на курортах наших. У нас, вы знаете, что огромный турпоток пользуется спросом наши курорты. Люди едут, отдыхают, чтобы обеспечить комфортное их пребывание и безопасное их пребывание. Ваша работа тоже отмечается с положительной стороны». После с итоговым докладом выступил начальник управления МЧС России по Карачаевой Черкесии Александр Голоколенко. Он отметил проводимую работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в республике. Руководитель ведомства выразил также благодарность всем подразделениям и ведомствам, которые принимают активное участие по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. «В 2024 году спланировано и проведено шесть заседаний комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС, более 960 мероприятий оперативной подготовки различного уровня. В 2022 году на территории республики произошли две чрезвычайные ситуации, в которых пострадало более 1000 человек, к счастью, без погибших. Ущерб составил более 20 миллионов рублей. Кроме того, зарегистрировано пять социально значимых происшествий, что на 54% меньше, чем в предыдущем году. Вместе с тем они имели свой общественный резонанс». Также об итогах работы Республиканского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи выступил директор Анзор Охтов. Высокий профессионализм показали работники скорой помощи, которые в период пандемии выезжали на вызовы и оказывали помощь пациентам. «В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году было осуществлено объединение службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф в одно юридическое лицо, что позволило успешно использовать общие силы и средства для оказания экстренной медицинской помощи как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации. Особенно положительный эффект от присоединения ощутился в период пандемии новой коронавирусной инфекции». После первой заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Хазер Чекуев поблагодарил сотрудников МЧС за проводимую работу по обеспечению безопасности. Также он наградил благодарственными письмами главы республики работников подразделения МЧС, а ветеранов ведомства медалями 100 лет образования Карачаева Черкесии. «Должен сказать, что, конечно, мы трудились, мы закладывали основы, мы принимали нормативы, правовые акты, то есть мы уже дали дорогу тем, кто пришел после нас. И, конечно, очень приятно, что, несмотря на то, что я уже пенсионер Министерства обороны долгое время, чтобы не забыли от имени правительства, поздравили с этой наградой. Спасибо, что не забывают ветеранов». Также благодарственными письмами были отмечены представители общественности. Олег Ханепшоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаева Черкесия. Вопросы газификации и газоснабжения Карачаева Черкесия обсудили на расширенном совещании с руководством «Газпром Межрегионгаз». В этом году стартует строительство сразу двух больших газопроводов в Учкуланском ущелье до Джамагатского. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации для строительства еще трех межпоселковых, которые позволят газифицировать девять сельских населенных пунктов Урупского района. Мадина Каракетова подробнее. Прежде чем приступить к обсуждению заявленных тем, глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов приветствовал заместителя начальника регионального департамента ПАО «Газпром» Арсена Гоглоева, генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густава, а также коллектив газовиков Карачаева Черкесии, которые сегодня отмечают юбилейную дату 60 лет со дня образования газораспределительной организации в республике и выразил всем присутствующим благодарность за работу. У нас есть задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации. Мы в плотном контакте с вами, со всей вашей командой, неукоснительно исполняем их. И где-то даже какие-то нововведения, такие как принятое решение, мною принятое решение по вашему совету о том, чтобы мы по то, что касается социальной газификации, сделали прямо до дома. Это касается всех жителей нашей республики. Рашид Темрезов выразил уверенность, что договоренности, прописанные в программе газоснабжения и газификации Карачаева Черкесии на 2021-2025 годы, будут реализованы в полной мере. В Карачаево-Черкесии на сегодняшний день услугами газоснабжающей организации пользуются около 118 тысяч абонентов физических лиц и 200 юридических. И самое главное отметил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. Газ, поступающий в Карачаево-Черкесию, оплачивается вовремя и в полном объеме. Республика газифицирована на 83,7%, тогда как в целом в России этот показатель достигает 72%. Программа газификации и газоснабжения Карачаева-Черкесии на 2021-2025 годы предусматривает выделение около 7 миллиардов рублей, которые запланированы на строительство межпоселковых газопроводов, реконструкцию двух и техническое перевооружение четырех газораспределительных сетей. Разошьем в эти годы все узкие места для того, чтобы промышленность, сельское хозяйство в республике развивалось. Будет построено еще 372 километра распределительных сетей, и вновь газифицированы будут 25 населенных пунктов, обеспечена техническая возможность газификации еще 8,5 тысяч домовладений, и 30 котельных перейдут на природный газ. Сергей Густав отметил, что программы 2021-2022 годов выполнены успешно. До конца января будет утвержден план график синхронизации на 2023 год, и нет оснований сомневаться, что и эта работа будет выполнена на уровне. Что касается догазификации, то на сегодняшний день подано 3700 заявок, из которых принято в работу 3400. Газпром газораспределения Черкесск подписал договор, и компания обязуется построить газопровод до границы земельного участка. Решение главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова о доведении газа от границы земельного участка до цоколя дома за счет бюджета республики Сергей Густав назвал лучшей практикой. Гражданину, владельцу достаточно будет купить газоиспользующее оборудование, плиту, котел. А с учетом решения президента, поручения президента, которые тоже вами реализованы в республике, еще для 9 льготных категорий граждан будут предоставлены субсидии 100 тысяч рублей, то можно сказать, что для очень большого количества жителей республики вся догазификация, по сути дела, будет без использования их средств, а значит, что газ придет в плиту, в котел, и люди по-настоящему будут пользоваться этим благом, который называется природный газ. Сергей Густав также довел до сведения участников совещания, что программа до газификации полностью профинансирована, обеспечена трудовыми и материально-техническими ресурсами. Если нас услышат жители республики, если вы проживаете в населенном пункте газифицированном, и у вас нет газа, даже если нет газа на вашей улице, на соседней, но населенный пункт газифицирован, подайте заявку, и мы в совместной работе с правительством республики доведем газ, теперь можно говорить уже до цоколя вашего дома, до газоиспользующего оборудования. Это очень серьезное решение, и мы видим большой еще потенциал этих заявок, которые должны поступить после вот этих, я считаю, судьбоносных решений. Рашид Темрезов отметил, что газификация, помимо комфорта, жителей населенных пунктов ставит задачи, связанные с сохранностью лесов и экологии. Рассказал участникам совещания о взаимодействии в решении этих и других вопросов с партией «Единая Россия» ведомствами. Поблагодарил «Газпром» за всемирную поддержку не только в вопросе газоснабжения населенных пунктов, но и в реализации социальных проектов на территории республики. Те замечания, которые поступают в наш адрес, мы их не спорим, мы их потихонечку стараемся решать, улучшать и постараемся сделать все так, чтобы вас друг друга не подводить. Участники совещания обсудили принципы безопасного использования газового оборудования. Вопрос был поднят не случайно, так как в прошлом и позапрошлом годах в республике имели место быть случаи отравления угарным газом, в том числе и с летальным исходом. Как отметили специалисты, речь идет о домовладениях, в которые был невозможен доступ специалистов газовой службы. В завершение совещания Рашид Тимрезов и Сергей Густав поздравили «Газпром» газораспределению Черкес с 60-летним юбилеем. Магина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня особенная дата в истории нашей страны, в истории Великой Отечественной войны. В этот день исполняется 79 лет, со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Жительница Черкеска Инесса Васильевна Найманова родилась в Ленинграде. На тот момент ей было всего 5 лет, но она отчетливо помнит то время, когда немцы взяли город в кольцо. Семья Инессы Наймановой жила рядом с дорогой жизни, проходящей по Ладожскому озеру. Это была единственная транспортная магистраль, которая связывала блокадный Ленинград со страной. В условиях острой нехватки продуктов люди были вынуждены выживать кто как может. Невероятно сложно во время блокады было семьям с детьми, особенно самыми маленькими. Про героизм людей Инесса Найманова рассказывает молодому поколению. В этот день к ней приходят внуки, правнуки, соседи, чтобы поздравить с важной исторической датой. В общественной палате рассмотрели тему профилактика рака желудка, выявление и лечение пациентов с предраковой патологией. На совещание привели статистику, что ежегодно в мире свыше миллиона человек заболевают раком желудка. Россия относится к странам с высокой заболеваемостью. Среди онкозаболеваний смертность от этого недуга занимает второе место. Обсуждая тему мероприятия, профессор, доктор медицинских наук Сергей Котелевец представил республиканскую целевую программу профилактика рака желудка в выявлении и лечении пациентов с предраковой патологией на 2024-2025 годы. Также говорили о необходимости ее реализации и об итогах эффективности предыдущей программы. Огромное количество людей болеют в раковом заболевании. Это одна из важных проблем нашего общества. Здоровье граждан у нас сейчас общественная палата берет под контроль. И поэтому мы начинаем наш Новый год именно с этой темы. Впервые у нас поднимается этот вопрос. Эта инициатива я хочу сказать вам именно граждан нашей республики и непосредственно членов общественной палаты, которые поддержали инициативу граждан. Самая престижная Олимпиада в стране стартовала. Увлеченные ребята пробуют свои силы в интересных заданиях. Об одном из дней Всероссийской Олимпиады школьников на региональном этапе по истории расскажет Альбина Ламкова. Боисов Амин. Можно ваш паспорт, пожалуйста? Спасибо. Участвую второй раз уже. Надеюсь добиться успеха. Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников проводится в два тура. В первом ребятам предстояло провести анализы исторического источника и написать историческое эссе, посвященное разбору и оценке определенного высказывания историка или современника. Принимают участие дети 9-11 класса. С 9 класса я начал интересоваться историей. Нашел, какие Олимпиады бывают, перечневые, вузовские, региональный этап, потом будет Всероссийский этап. Сначала я не мог победить, но потом пошли результаты. Я стал победителем некоторых вузовских Олимпиад, потом вышел на «Умники-умницы» в Москву, сейчас выступаю там. Мое любимое время, скорее всего, это новое время, когда Петр Первый провозгласил империю. Изучение истории требует большой усидчивости, говорит Елизавета Вличко. Чтение текста, работа с источником предполагают умение сосредоточиться на том, что ты делаешь. Любовь к истории привел мой учитель Ольга Константиновна Голубцова. Именно благодаря ней я стала изучать эту дисциплину намного глубже. И правительница прекрасная Елизавета Петровна, которая правила именно в 18 веке, является дочерью Петра Великого, прежде всего, моя любимица. Я восхищаюсь ее политикой. Первый раз Елизавета Величко участвовала во Всероссийской Олимпиаде в девятом классе. Тогда было призовое место. Прошел год, и она вновь участница. Настроена Елизавета решительно. Нужен лучший результат – победа. Всероссийская Олимпиада школьников, безусловно, является одним из самых престижных интеллектуальных состязаний, которые проводятся среди обучающихся общеобразовательных организаций и представляют собой систему ежегодных предметных олимпиад. В нашей республике во Всероссийской Олимпиаде участвуют 1400 детей. Из года в год растет интерес к участию в Олимпиаде, потому что победа в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады открывает перед выпускниками школ, в частности, все двери для профильных вузов. Именно к этому они и стремятся. На выполнение творческих заданий отводится три часа. Это время кажется значительным, но чаще всего те, кто впервые участвует в региональном этапе, не успевают выполнить большую часть проекта или эссе. Поэтому очень важно развить в себе навык написания творческих работ за определенное время. В аудитории проведения Олимпиады не разрешается брать каких-либо печатных изданий, включая справочные материалы. Участникам запрещено использование любых носителей информации и средств ФИАДе. Вам выдали два бланка для эссе и два бланка для проекта. Хорошо? Если у вас не хватает места, вы решили более чем на двух листах написать эссе, вы просите дополнительный бланк. Во втором туре участникам предложили до 15 задачи из различных разделов истории. В основном они посвящены отечественной истории. На выполнение заданий дается три часа. Максимальное количество баллов за оба тура Олимпиады – 200. Альвина Ламкова, Ислам Урумов, Вести Корчаево, Чекесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите специальный репортаж из Донбая Аллы Качиевой.